Я помню эту славную историю, словно это было вчера. Это и было вчера, 18 октября. Так, какой бы очередной топик забудить? Может топ-10 скандальных серий спатч-боба? Думаю, стоять! Так, я не понял, куда диван дели? Алло! Эй! Алло! Алло! О, нет! Твою-то мать! Ну что, зато отличный повод не делать обзоров. Хотя, может наклянчить донатов на не... Ну что, здравствуй, человек с лицом унитаза. Поперчечный? Да так и знал, что тебе нельзя доверять. Значит так, заткнись, окей? Твой диван у меня в заложниках. Ты же, не знаю, не хочешь, чтобы я, ну там, вспорол ему спинку или выбил весь пух? Нет, только не пух. Сегодня 18 октября. Твоей деятельности стукнуло 5 лет, конопатая ты хуйня. И я понимаю, тебе топы совсем мозги засорили. Короче, диван я тебе верну. Но! Только если ты вспомнишь, в каком из твоих видео был огромный пластилиновый банан. Чё? Нафига тебе надо? Не твоё, б***ь, конопатое дело. У тебя на всё про всё час. Шуруй! Какой банан? Это мне чё, всю историю вспоминать? Ну а почему бы и нет? Сегодня, 18 октября, моей деятельности под названием Чак исполнилось 5 лет. 5 лет мучительных и долгих, но приятных страданий. И переносимся мы в далёкий 2011-й. Итак, Даниил Лазаренко, 14 лет, 8 класс, Ютуб только расцветает. И да, щенки, я был свидетелем ещё того, славного Ютуба. Ютуба, где обзорщиков можно пересчитать по пальцам. У каждого был свой ламповый стиль со свистящими пердящими микрофонами. Мэдисон ещё был смешным, а у Сачева был звук, как из саной трубы. Собственно, именно творчество, ностальгирующего критика и вредное кино мотивировало пацана. И сказал он с возгласом... Блин, я же так тоже могу. Тань, кушай. Ну, мам. Быстро очистил стол, поставил свой свистящий пердящий микрофон. И это было отвратительно. Ты ещё кто? Я это ты. Я тебя буду таким жирным. Затнись. В апреле 2011 года выходит мега офигенная рубрика, оформленная в Певерпойнте и смонтированная в Мовимейкере. Нереальное говнище. Я просто смотрел трейлер и от балды говорил, ну чё, наверное, норм будет. Ой-ой-ой, а можно это проигнорить? О чём, собственно говоря, этот фильм? Он о том, как... То есть... Твою мать, ребят. Мне было 14 лет. Чё вы хотели? Да. И не на такое узнаваемые блогеры могли замотивировать. Мы же два крутых блогера. Давай делать коллаборацию. Чувак, ты вообще кто такой? Да, наклепалось приличное количество этого говна. Ютуб благополучно блокировал, но парни уже не сдавался. Скачал по наставлению другу Толяна. Толян, скажи привет народу. Здрасте. Пинейкл Студия 15HD научился делать широкоформатные видосы, освоил виртуал-диджей, чтобы можно было вот так искажать голос. Ну, тогда любили гнать школьников поганой метлой? Это сейчас у вас эпоха Ивангаевщины. И вот, короче, Ютуб опять всё заблочил. Кроме обзора, тогда свеженькой премьеры Утомлённых Солнцем Цитадель. Русский фильм, всё такое. Он до сих пор на канале, кстати, валяется. Но решил тогда пацан... А это пошло всё в задницу. И забил на блог здоровый болт. Чёрт его знает, что мальца дёрнуло продолжить. Случайное посещение премьеры Живой Стали автограф Ю Джекмана помог доказать мальцу, что кино надо любить и в кино надо крутиться. Если сидеть сложа руки, ничего не произойдёт. Даже в 15 лет. А ещё тогда Михалков посовывал свой нос из каждого федерального канала. И малец такой подумал и решил. Сделал обзор Утомлённых Солнцем, ведь мне теперь целых 15. Да, не уроки сделал. Ну, ба. Так что да, по сути, за то, что канал зафункционировал, нужно благодарить Михалкова. Странно. На этот раз к работе пришлось подойти основательный. Даже писать сценарий пришлось. Ну и куда уж без творческого псевдонима. Пришлось обратиться к своему Нику, которому я прикрывался ещё в 13-летнем возрасте на кинопоиске. Оригинально пипец. Заткнись. Чак Нурис это великий актёр, а три буквы С на конце говорят о юморной оригинальной подаче контента. А чё с одной С-то? Заткнись. Короче, 18 октября выходит первое моё относительно адекватное творение, которое положило начало всему. И пофиг, что Пинэйкл Студия выдавал очаровательный кульбит и рендерил звук как... И пофиг, что каждое второе слово было перелопачено вплоть до сватистики. Брусами, на которых изображена сватистика. Боже, какой стыд. Моё эго было довольно. Сто просмотров было щедрым подарком. Я радовался каждому прибавлению. Правда, я тогда не знал, что тупо сам себе просмотры набивал, но кому какая разница. Это был тот период, когда ты радовался каждому подписчику. Радовался лайку. Один дизлайк был душераздирающей драмой на целую неделю. Тогда я и не знал о правилах подачи материала и что с Ютуба можно зарабатывать. Плевать. Это были мои сто просмотров успеха. Да и бабушка с мамой поддерживали... Когда будем снимать новый обзор? А чё, уже надо? Конечно. И даже котик, наверное. Кто-то бы расстроился, но я был несказанно рад. Показав эти видео моей тёте Жене и услышав её положительную реакцию, я понял, что нужно продолжать. Ну как? Ничего так. Но возникал вопрос, а чё вообще делать? Ответ пришёл чуть позднее, когда уж больно захотелось побазарить о ярких фильмах года. И тогда мальчик нащупал золотой ключик. О боги, топы, десятки. Это дал ещё один весомый толчок. И уже начиная с 2012 года, чекнорессы зажил своей регулярной жизнью. Подтешные обзорчики и топики, в которых были даже дурацкие вкрапления сюжета. То есть мы типа выходим на улицу и я начинаю брать интервью. Ты спускаешься вниз, даёшь мне деньги. Я убегаю. Да, да, да. А зачем мы это всё делаем? Да какая разница? Пошли снимать. Конечно, были проблемы с уровнем звука, по доброте Душевный я брал слишком высокую тональность, из-за чего звучание у зрителей свистело и пердело. С монтажом вообще не заморачивался, и по доброте Душевный пихал целиком трейлеры. Как привлекать народ мы толком и не знали. О стрелочках можно было только мечтать в сладких грезах. Иными словами, если бы не ты, то у нас сейчас бы был миллион подписчиков и золотые горы. А ты... Да, я был импульсивным. Косяки были начиные от грамматических, заканчивая тем, что по доброте Душевной я подворовывал обзору ностальгирующего критика, признаю. Придурок, ну я понял, что нужно двигаться дальше. Но это было алтважное время. Лайтовые, получасовые обзорчики, десяточки, ламповость. И это те времена, когда оптимистер был жирным. Не, ну ты-то зачем врешь, а? Не, я имел ввиду сокола. Я вообще-то все слышал. А вы как в квартиру-то вошли? Ну типа, и что? У тебя пять лет, мог бы на огонек пригласить любимых коллег. Ну заходи. Че за херня? Где диван? Его украли. Что? Кто? Губанов, Хубиев, Лизбухи с кранча? Я знал, что им нельзя доверять. Вот так и праздную пятилетие, да? А че, поди тоже о таком мечтал? Я и диван? Не, 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 не. Всем оригинальное приветствие, про с вами Денис Оптимистер и это четвертый сезон шоу Пульт Муви. Я тебе не мешаю? О, это не то, о чем ты подумал. Вы сюда что, свои каналы приперлись рекламировать? Слушай, у тебя нет ни шляпы, ни крутого серого фона, ты даже свой диван просрал. Я бы у такого не стал брать рекламу, знаешь ли. Он, между прочим, дело говорит, у тебя речь все время, как будто ты в рот сироп набрал и боишься выплюнуть, а нужно совершенствоваться. Вот, вот что ты сделал? Я, например, похудел за 9 месяцев. Так пошли вон. Ну ты слышал его, да? Ну, пи***рас рыжий, ну. Да кто-нибудь, выпустите меня из телефона, чтобы я ему врезал. Между прочим, я был впервые в вас. Если с 14-го года ты не начал все херить. Да, мы делали свои забавные коллаборации. О нас мало кто знал, но это были забавные и славные времена. Я экспериментировал с подачей, с форматами. Никто особо не ворчал, что раньше было лучше, потому что этого раньше особо-то и не было. 13-й год шел роскошно. На внутреннем подъеме видосы клепались как пирожки. Могли бы еще быстрее, если бы не тормознутый компьютер и убогий Pinnacle Studios, который мог рендерить видео только кусками, и из-за плохого железа это могло растянуться на несколько дней. Ведь не лень же было делать. Но благо свободного времени было полно. Друзей было мало. И мы даже умудрялись совмещать обзоры с экспериментальными видосиками. И тогда на волне юношеской энергии появилась рубрика «Я пью за». В частности... Ты чё, ебнусу что ли? Зачем меня так пугаешь? Кстати, знакомьтесь, Саня. Тогда было модно форсить Николаса Кейджа, потому что он снимался везде. Ну и мы подсуетились, делав такой трешачок. Я был уверен, что после первого видоса меня забросят по-моями. Но каким-то непонятным макаром это разрослось на три части. Последний представлял из себя сумасшедшее месиво, снятое от первого лица на старенький Кэнон. Это ещё та была мыльница. Но тем не менее мы снимали, снимали и снимали. Причём совершенно без сценария и на сплошном экспронте. Мы сейчас бежим, я вот сюда заверну, а ты типа за мной, я на тебя напо... Ты меня слушаешь? Благо этому помогал не только Санёк, но и ранее упомянутый Италян. Поведай зрителям, каково тебе было играть, Николай? Ну нормально. Я ловил кайф, а другие просто не понимали, что за хернё я творю. Даля-даля-даля, ну не, крутая идея. Давай ты, короче, возьмёшь, хлопнешь этой водой и будет эффектно выглядеть кадр. Я отвечаю. На. Да не, не надо. Давай, давай. Да не надо. Это будет круто. Ай, ладно, давай. Супер. Что? Не, ну по-моему нормально. Да пошёл ты. Я знал одно, что третий Николай должен был закончиться эпично. С намёку на перезагрузку, чтобы следующий видос уже начался в абсолютно новом формате. И канал Чак смог перейти на новую ступень. На ту, без которой вы сейчас не видели на экране этот лик. Ты лучше бы и не видели. Чё тебе с шеей? А ну заткнись. Блогер не может существовать в безвоздушном пространстве. Он не может быть ноунеймом. Если от комплекса голоса получилось избавиться, то пришла пора искоренить комплекс внешности. Я со дня рождения купил себе новую камеру, но абсолютно не знал, как ей управляться. Фокус ловил ногой, а выстраивание освещения и запись звука... Эх... И даже многочисленные тренировки не очень помогли. В кадре Чакули был растерянным и несклёпистым. Было-то ему всего 17. Народ не любит перемены, это факт. Но ему свойственно привыкать к новому. И как-то пошло-поехало. Заодно и отвязались от Ника Нориц СССР. Он был вообще ни к селу, ни к городу. Во втором обзоре было уже больше забавного юмора, расхрепощенности и... Борща. Промежуточный быдло-мальчик непонятной наружности, который всех настолько раздражал, что я его отправил в колонию для малолетних дебилов. Ах да, борщ. Кстати, уже три года прошло, надо было узнать, что там с ним в конце концов. А то как-то не по-человечески. Привет. Я найду тебя. Я найду, клянусь, найду и убью. Но с 14-го года пошла шляпа, именуемая ЕГЭ. Это страшное время, когда тебя стращают ужасными историями, мол, не сдашь и пи***ц. А с другой стороны, если бы на тебя плевать. Да, русское образование, оно такое. В общем, одно мешало другому. И в итоге совесть вместе с черным костюмом пришлось оставить и уйти. И уйти как? Да не волнуйся, это не конец. Ну хоть со скрежетом, но ЕГЭ было сдано. После чего голову стал одурманивать некий авантюризм. И просто хотелось сделать что-то из ряда волн, снять что-то свежее, показать себя. В рот мне ноги сапогом погладить. Тимур Борисович, а что вы тут делаете? Здрасте. Звезду покрасьте. Дураки, мы уже как два года не снимаем заучей. Как? Мы за у тебя квартиру снимаем. То есть я два года мог не таскаться за этим придурком? Да блин, я мог посвятить свою жизнь чего-то более важному. Молекулярный микробиалой. Пошли вон. Собственно, да, полтора зауча. Получилось явно не то, что мы хотели. Ведь в наших глазах это выглядело... Суперкрутой блокбастер, который можно продать на телевидении. А на деле... Короче, есть два персонажа Джигашвили и... А сколько я с этого получу? Я... Я не знаю. Ну вот, короче, есть два персонажа, они находят вазу. То есть я продюсер? Не... Не знаю. Знаешь, я продюсер. Хе-хе-хе-хе-хе. Мы осваивали звукозапись. Я боролся со своим злопыхающим компом. Ай, как я его ненавижу. И в итоге вместе с хреновой цветокоррекцией премьера состоялась. Посыпалась гора в меняемой критике. Но одно было понятно точно. Всех покорить не удастся. Краудфайдинг на сиквелы был загублен. Ну и душой мы понимали, что не справимся с такой задачей. Выуправлять массовками, школой. Находить время среди рабочей недели было невозможно. Ах, и я паник. В следующие месяца я понимал, что канал впадает в жесткую стагнацию. Обзоры стали надоедать. А потянуть новое было не очень реально. После очередного дня рождения я закупился макбуком. Установил новую монтажную программу, которую ни хрена не понимал. Основной ком сдох, идеи кончились, а канал атаковали они. Меня стало наглядно разносить. В глазах читалась неподдельная грусть, а монотонностью речей можно было лишь усыплять. Все бы ничего, но в голову пришла новая авантюра. Давай снимать скетчи? Давай. Что такое? Ну что тебе надо? Давай, пошли. Ты нахрена масло поджег? На волне успеха американского, короче говоря, мы выпустили свое, и как мне кажется, вполне достойное. Проблема в том, что монтаж, цветокоррекция и вся подобная хрень была на мне. А плюс учеба, из-за чего расстояние между выпусками было сумасшедшим. Это и мешало выходу основных обзоров, из-за чего верстность получалась слабая. Но мы не сдавались. Посмотрев Киксман, родилась вторая идея, и все как-то срослось. Люди, офисы, камера, и благодаря нашей любимой Полине, все было очень круто, не считая... И пришлось опять вещать из-под полы. Но я был весь съемкой закона бутерброда. Они были чем-то потрясающим. Огромный скетч снято в четырех стенах разврос в невероятный творческий опыт. Ну что, будем продолжать бутерброд? Будем. Когда? Не знаю. Вот так и работаем. Сценарий, набор массовки, подбор площадок, плюс совершенно другой уровень монтажа. Искать себя на творческом поприще нужно обязательно, главное не переборщить. А то ни на какие обзоры времени не останется, и ты сожрешь себя неокупаемыми съемками и висками. Летом началась черная полоса. Я буквально хотел отдать канал другим чувакам, сделать из него эдакий бордель от мира блогов. А сам я должен был перебраться на второй канал и нон-стопом творить скетчи. Гости, конечно, были достойными, однако статистика была катастрофической. Это был какой-то перебор. Возможно, ты прав. Данька, если тебя внезапно заберут в армию, ты обращайся, я с радостью тебя подменю. Не-не-не, Люк, спасибо, не надо, ты уже без меня крутой. Да, рожая башка, я тебя всегда смогу подменить, подумаешь, бурятом станешь. Скалета, друг. Ну а если я буду тебя заменять, то в комплект пойдут эпичные спецэффекты. Все-все-все-все-все-все-все. Хер с тобой. Запомните одну простую истину. Если вы хотите расширить свой канал, приглашать новых ведущих, а сами потихоньку будете от него отстраняться, то никогда не делайте этого. Одумайтесь. Народу неинтересны, левые чуваки. Народ подписывался на вас. К сожалению, я это понял не сразу. Сорплата реально составляла около 3-4 тысяч в месяц. И чтобы хоть как-то существовать, приходилось шквариться и рекламировать финансовые пирамиды. Мне кажется, я не к этому стремился. И вот год назад, с берегов Турецкого моря состоялось полноправное продолжение. Чак Ревью, бывший бай HDN, остепенился и взял себя в руки. За последний год мы сделали действительно многое. Возродили много алфажных рубрик, понаоткрывали новых. И мне кажется, работа проделалась колоссальная. И можно с чистой совестью закрыть этот сезон. Мы прошли действительно многое. Эволюция техники, форматов, стиль подачи, рубрики, взлеты, падения. Пять лет назад была цель сделать хоть и не идеальный, но ламповый и уютный контент. И я безумно благодарен своим друзьям и родным, которые помогали, мотивировали и поддерживали. В одиночку я бы не справился. Спасибо и админам. Ярославу, Лёше, Боди, Дарине, что держат нашу страдальческую группу. И конечно же спасибо вам. Кого не благодарить, если не благодарных зрителей? 200 тысяч за пять лет может не очень много. Но для меня это очень красивая и духоподъемная цифра. Учитывая, что я никогда не прибегал к рекламе и не пиарился у других блогеров. Ну ладно, один раз купил лайку Мэдисона, но это не считается. Я эволюционирую вместе с вами. И знаете, мне кажется, мы на правильном пути. А банан мы так и не нашли. И что делать? Да не было никакого банана, дурачок. Ты просто должен был осознать, как за пять лет поменялась твоя жизнь. Банан был лишь предлогом, чтобы хотя бы на час остепениться и... остановиться. Знаешь, ты прав. Большинство людей не замечают, какой долгий и тернистый путь они прошли для того, чтобы достигнуть свою заветную цель. Пусть нас и не миллион подписчиков, но достаточно для того, чтобы общаться и создавать ламповую атмосферу. И вместе мы сила. Мог ли тот зачуханный пацан представить, что с ним произойдет за эти года, и что через несколько лет он будет стать здесь перед вами и выражать огромную благодарность? И порой нужно остановиться, осмотреться и глянуть, какой путь ты прошел для того, чтобы оказаться здесь. А путь был чертовски прекрасным. А тот, кто только начинает свой путь, будь то не видеоблогник, а какой-то другой вид деятельности, должны понимать, что никогда ничего не получится с первого раза. Нужно быть настойчивым, немножко наглым, но и не надо вдаваться в крайности и орать, я все сделаю сам. Нет. Поддержка, несомненно, нужна. Я безумно благодарен тем людям, которые меня поддерживали и помогали на протяжении этих долгих лет. И поздравляю вас с пятилетием канала. Вас, потому что если бы не вы, то ничего бы этого не было. Я безумно вам благодарен. И помните, что порой нужно поставить логическую точку в какой-то главе и открыть новую. Иногда нужно отпускать старое. Да, здрасте, хотел бы диван заказать. Химки, да. Да-да, сейчас-сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok